всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал сегодня у нас уже 24 декабря я этот день называют предрождественской лихорадкой потому что у нас сегодня начинается уже католическое рождество но 24 на 25 вот и в этот день в этот день все нужно успеть сделать и приготовить на стол и прибраться и поставить под елку подарки и докупить что не хватает например готовишь готовишь раз а блин ой что-то не хватило бегом в магазин благо магазины через дорогу даже не один а сколько раз 25 на любой вкус и цвет начну я сегодня с уборки потом занесу елочку с балкона поставлю под нее игрушки но потом начну готовку отварила уже яйца и картошку на салат под шубой будет салат под шубой помимо того что еще будет что-то но потом я вам все это покажу кстати нам очень повезло мы отмечаем два раза рождество католическое и православное с папиной стороны католики немцы а с маминой стороны она украинка православный поэтому мы два раза отмечаем праздник такая у нас традиция с детства помню когда католическое рождество мы ходили всегда к папиным родственникам там бабушки к дедушке братьям к сестрам моим дядям тетям двоюродным сестрам всегда там отмечали это рождество получали подарки это было так так классно интересно каждый раз что-то новое у тебя происходит всегда нас это же зима а нам идти километра три например нас всегда с сестрой садили в санки я сзади она спереди так как она младше укутывали в одеяло так с головой иногда но если там ветерок было что и ехали на санках папа нас вез назад уже темно звезды луна и так лежишь смотришь иногда падает снег когда такое вот были такие были быть вечера когда снежок так падает так лежишь и рот откроешь и ртом ловишь снежинки такие вот воспоминания у меня с детства кстати было так здорово ну и православное рождество как всегда мама варит кутю и пошли по всем родственникам с кутей тоже подарки но не дело даже не в подарках а дело в той атмосфере в том настроении которые которые ты переживаешь это было так здорово мне это так нравилось но и сейчас тоже и эту традицию я считаю это традиции нам передали что эти наши родители привили нам ее мы продолжаем ее также нашим детям передаем отмечаем также и рождество католическое и православное так как мы еще православные и также пасху и я надеюсь они тоже это все передадут своим деткам и будут также отмечать наши семейные традиции так это было вступление и она просто так нахлынули воспоминания думаю поделюсь с вами расскажу я же тоже буду потом эти видео кстати просматривать я иногда захожу и просматриваю свои видео и потом ну те моменты которые уже прошли ты их забываешь а когда просмотришь видео ты опять окунаешься в тот день в то время и это так здорово я считаю оставить такую память после себя что я могу например мне так грустно скучно я включу раз отпуск где море где солнце и не мы там гуляем события какие-то происходят так что это очень хорошая штука когда у тебя остается видео на память и ты можешь любой момент сесть и посмотреть ну а что я дальше мне же надо теперь готовить время то идет уже 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 пора так я приступлю а потом а кстати я еще снимала пару видео и думаю куда же их вставить вот сейчас я вам вставлю эти кусочки видео там была еще закупка у нас как раз последняя закупка уже вот и мы ездили на кладбище бабик деду тоже вставлю это видео вы как раз посмотрите а я приготовлю что-нибудь уже и потом включусь так и сделали мы приехали на кладбище проведать бабушку дедушку хочу вам показать как выглядит германии зимой кладбище сегодня более-менее погода такая вроде бы и солнце ну тучки хотя бы нет дождя со снегом проведаем наших бабушку дедушку зимний период здесь а могилки все укрывают еловыми ветками елками принятых могилы просто закрывают веточками посажены еще зимние цветы и укрыта могила веточками елок и 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 бабушка у нас 22 года дедушка с 18 Вот приходим, навещаем Сразу всегда такие Воспоминания Теплые Детство Приятные моменты Были проведены с ними У меня много есть, что вспомнить Как-нибудь расскажу Как мы сюда приехали Благодаря бабушке и дедушке Попали сюда, в Германию Как-нибудь надо будет сесть Рассказать вам историю нашего переезда Из Казахстана в Германию Вот Пришли, навестили, пообщались Повспоминали Да Время летит Остаются только воспоминания Удачный у меня был сегодня улов С утра пораньше Купила я все, что так долго искала и хотела И даже по актуальной цене По очень хорошей Были скидки Давайте теперь откроем И покажу вам, что же я все-таки купила Начну я сразу с вещей Вот такой вот я искала долго-долго фонарик Никак не могла Вернее, его постоянно раскупали И я не успевала просто По интернету я боялась заказать Потому что он стеклянный Не рисковала Но сейчас, вот посмотрите Дедушка Мороз Вообще-то я хотела щелкунчика Но их не было Ладно Вот такой вот рождественский Новогодний свитерочек себе прикупила Кстати, он светится и Фонарики Светятся и Играют музыку Пижамки Пижамки Это Саша Вот такую вот пижамку Такую новогоднюю С оленями, со снежинками И себе вот такую вот пижамку купила Это для дачи пижамки Дома мы не спим в пижамах У нас жарко Вот так вот для дачи вообще То, что надо после баньки Одел пижамку и баньки Хотела себе именно вот такую вот пижамку Со штанишками Такую вот новогоднюю Вот прям настроение Настроение будет новогоднее Вот И вот такой вот еще свитерок Тоже купила Саше Чтобы мы были в тренде с ним вдвоем Мне вот такой вот А ему оленя Новогодний олень Тоже, кстати Светится и поет Как раз пижаму забрала я последнюю Вот в этом размере И у Саши почему-то все эти размеры Видать ходовые Раскупили И фонарик я взяла Вот этот последний Там были разные Но вот именно этот Я забрала последний Вот открыла этот фонарик Упаковочку У нас даже в комплекте есть батарейки Сейчас я достану И включу его Какой он красивый Когда стемнеет Потом она вообще будет Красота Снег кружится И Дедушка Мороз идет С елкой и с подарком Прикольно Прикольненько Теперь нужно его поставить К елочке У меня тут символическая елочка Из продуктов Я купила капусту Хочу сейчас капусту потушить Вот такое попробовать Глювайн Вот такое вот Попробовать такое вино Глютвейн И вот такое вот еще Я ни разу не пробовала Белое Написано только подогреть Ну вот Будем пробовать И с вишней Тоже никогда не пробовала Вот Так-то я варю сама Но решила попробовать Раз такая акция Почему бы и нет Так Это для посуды Мыть Активию взяла В йогурт Йогурт Активия Добавлять в творог Вот Филадельфия Такой вот вкусняху еще взяла К чаю Плавленый сырок Молоко Колбаска На завтрак И вот такой вот сырок Кстати Сырок Мне достался бесплатно У нас в Лидли же Акция По купонам Вот если ты на 10 евро Больше закупишься То тебе сыр Достанется бесплатно Вот смотрите Он стоил 99 центов Минус 99 центов А вы говорите Сыр бывает только Бесплатный в мышеловке Нет Бывает еще такой Бесплатный сыр Нарезка сырная Правда Только 150 грамм Но все таки Приятно Мелочь А приятно Вот Все Буду готовить Сейчас обед Тушить капусту А мальчикам Что нибудь Картошку с мясом Сделаю Во А себе Стушу капусту Я тут Вся в делах Села отдохнуть И заодно думаю Начну монтировать видео Начала монтировать Смотрю Оно у меня Получается длинным И думаю Блин Длинное видео А я еще Половину даже не сняла И я его наверное Поделю на две части Чтобы Не было Таким у меня Сжатым Нормальным Я наверное Его поделю на две части И выпущу Две части видео Сегодня мы Собираемся у нас Приедет Алекс С невесткой Собираемся у нас Отпразднуем Посидим Так как Три выходных Это считайте Сегодня Завтра Послезавтра Это все выходные Здесь Ну как здесь В Европе В Германии Когда мы приехали сюда Мы вообще удивились Что здесь Рождество Католическое Отмечается Так Я бы назвала Помпезно Даже Три выходных Дня Так Тожественно Так красиво Это все Для нас Это было Конечно Вообще Вау У всех Все украшено Все дома Квартиры Улицы Витрины Магазины В общем Все Все Вот именно Праздничная Сказочная Атмосфера Вот у тебя Присутствует Весь месяц Декабрь Потому что С декабря месяца Уже у всех Все украшено Так как Идут адвенты Николаусы Все праздники В декабре Поэтому Весь месяц Декабрь Он такой у тебя Прям Сказочный Праздничный И вот Три дня Выходных И мы Первый день Думали Посидим у нас Но мы и так Собирались Посидеть у нас А на следующий день Хотели поехать К родителям Все вместе Собраться там Но К сожалению Глубочайшему К сожалению Этого не Получится Сделать Так как В декабре Месяце У нас Все заболели Короной Сперва Заболели Родители Потом Надя Со своей Семьей Заболела Алекс Заболел Мы Слава Богу Нет Не заболели Но Да Печально Алекс И Надя Были привиты Они как-то В легкой форме Все это Прошло у них Недельку Так поболели Горло Да Насмок А вот Родители Тяжело Они не привиты Хотя я просила Их Ну Очень тяжело Папа Более-менее Сейчас стабильный А вот У мамы Проблемы Маму Два раза Возили в больницу Она Очень тяжело Можно сказать Что Да Не хочу об этом думать Но Была ситуация Такая Что да Но Слава Богу Все Миновало Все обошлось Теперь И теперь Вот только нужно Чтобы они Вылечились до конца Она уже дома Ее привезли Теперь Надеемся Что Она поправится Печально Конечно Трагично Это для нас Весь месяц Был такой В ожидании Ладно Не будем вам грустно Все обошлось Так что Берегите себя И своих близких Так Теперь Мы будем Сами дома Как я уже сказала С детьми Посидим А к родителям Уже наверное Поедем на Православное Рождество Шестого У нас тут Как раз тоже Будет выходной Вот соберемся Все вместе И поедем Я надеюсь Что они уже К этому времени Поправятся Придут уже В себя И мы уже Там отметим Рождество Проведаем их Вот А я на этом Уже буду Заканчивать Видео Первую часть Так что Если вы не подписаны Подписываемся Ставим колокольчик Пальчик вверх Да колокольчик Чтобы не пропустить Второе видео Пальчик вверх И мы уже С вами увидимся В следующем видео Всем пока И до новых встреч Завтра Субтитры сделал DimaTorzok Пальчик вверх Субтитры сделал DimaTorzok